Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия в студии, Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. Развитие социальной инфраструктуры в ряде населённых пунктов. Сегодня Рашид Тимрезов провёл приём граждан и назвал объекты, которые построили в 2022 году. В Карачаево-Черкесию с деловым визитом прибыла делегация Абхазии. Парламентарии двух республик обсудили социально-экономическое, культурное развитие регионов. Её голос невозможно было не влюбиться. Главный голос Карачаево-Черкесии помнят и сейчас. Год назад не стала Веры Топчаевой. Патриот своей страны и малой родины в эти дни отмечает юбилей руководителя общественной организации «Карачаево-Лангхалк» в Карачаевском районе Джишарбек-Качкаро. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провёл приём граждан. По итогам руководитель региона принял ряд решений, касающихся развития социальной инфраструктуры в ряде населённых пунктов. Так, в ауле Вакожили в следующем году пройдёт ремонт преподъездной автомобильной дороги к детскому саду и благоустройство парковочных мест. В Куржиново до 1 сентября 2022 года будет построен малый физкультурно-оздоровительный комплекс. В селе Знаменка построят газораспределительную сеть, что позволит обеспечить газом в том числе жильцов по улице Садовая. Также пройдёт реконструкция моста через реку Джигута на автодороге Усть-Джигута-Терезе. А в ауле Конхалк в 2022 году пройдёт капитальный ремонт здания детской школы искусств. В ауле Хмал и Зеленчук в следующем году запланировано строительство Дома культуры. В парламенте состоялась встреча депутатов Народного собрания республики с коллегами из Абхазии. Делегацию возглавил руководитель Народного собрания Валерий Кварча, также в её составе представители-председатели парламентских комитетов Абхазии и руководитель аппарата. Приветствуя гостей, первый заместитель председателя Народного собрания Крачево-Черкесии Дагир Смакоев отметил, что нашу республику и Абхазию объединяет не только соседство и общая граница, но и давние дружеские и культурные связи, которые необходимо сохранять и укреплять. Он выразил надежду, что вскоре два региона свяжет и качественная дорога, что позволит теснее наладить сотрудничество торгово-экономические связи. Представители комитетов предложили возможные направления сотрудничества, каждый в рамках своего направления. Приоритетными являются сельское хозяйство и туризм. Условились детально проработать возможность заключения соглашения о сотрудничестве в ближайшем будущем. Вопросы есть, будем сотрудничать, будем всегда ездить друг к другу, будем помогать, будем делиться опытом законотворческой работы. Кстати, у вас целое государство, у нас тоже серьезный регион, очень много законов мы разрабатываем, можем мы свой опыт вам передать, ваш опыт тоже перенимать. Также можем сотрудничать в области сельское хозяйство и других отраслей. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачао-Черкесии совместно с Республиканским УФСБ при силовом сопровождении сотрудников Росгвардии пресекли деятельность ячейки Международной религиозной экстремистской организации от Такфир Хвальхиджра, деятельность которой решением Верховного суда России признана экстремистской и запрещена на территории нашей страны. В ходе реализации оперативных материалов задержаны пять членов этой организации, все они жители Карачао-Черкесии, члены этой организации распространяли идеи радикального ислама. В ходе обследования домовладений обнаружены изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература, экстремистского содержания. По данному факту возбуждены уголовные дела. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению других участников и пособников экстремистской организации. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 26 725 человек, из них 23 364 выздоровели, 988 человек госпитализированы. На протяжении четырех десятков лет ее голос по праву считали голосом Карачао-Черкесии год назад. Ушла из жизни диктор радио ГТРК Карачао-Черкесия Вера Топчаева. Коллеги называли ее «ходячей энциклопедией» и считали, что она была примером очень бережного отношения к русскому языку и информации. О легенде республиканского радио в материале Мурата Джанкиозова. Доброе утро, дорогие радиоуслушатели. Сегодня вторник, 7 мая. В эфире информационный выпуск. Голос диктора республиканского радио Веры Топчаевой знали в каждом доме и повсюду, где стоял радиоприемник. На протяжении четырех десятилетий ее голос ассоциировался с самыми важными моментами в жизни Карачао-Черкесии. Язык информационных, просветительских, политических и культурных передач того времени характеризовался как упрощенный, сухой и официальный, лишенный живых красок разговорной речи. Именно Вера Топчаева была одной из первых, кто начал закладывать основы живого, богатого красками разговорного языка радио, передававшего и пафос, и нейтральную информационность, и осуждение, и гнев, и иронию, и даже шутливость. Все то, что сопровождало бурную политическую и культурную жизнь на стыке прошлого и нынешнего веков. Я все равно умудрялась свое что-то вставить, как-то переделать, как-то приблизить текст к себе, чтобы он был каким-то более человечным, таким более доходчивым. Вот, ну, не замечали вроде, ну, слава богу, возьму, напишу, а потом покажу редактору. Иногда на ходу приходит эта мысль, и я на ходу пишу на листочке какую-то мысль, которая пришла мне в голову. Она великолепно читала. Там, где нужно тревожить душу слушателя, она это умела. Там, где нужно было что-то спрятать, что-то тихо, что-то своеобразно преподносить, и она это тоже умела. Ученица легендарного диктора всесоюзного радио Левитана Вера Топчева говорила, что настоящее дикторское искусство начинается там, где в свои права входят чувства. И подлинное воздействие словом возможно только при полном слиянии технического мастерства и чувств. Искренность должна быть, потому что если я вот этого ничего не чувствую, я не переживаю, я не верю сама в то, что я читаю, вот какой бы техникой чтения я не владела, каким бы мастерством там актерским, все равно не получится искренне, и никто не поверит. Микрофон настолько чувствителен, что малейшая фальшь сразу сказывается, видна ее, чувствуют все, и радиослушатели тоже. Столько лет проработала я вместе с ней, ни разу не слышала, чтобы она на кого-то повысила голос, чтобы на кого-то разозлилась. Обидеть можно было ее, она была утонченная, ранимая, но вот вывести практически невозможно. С ее бархатным голосом, с ее правильной речью прошла вся эпоха. Позитивный, светлый был человек, светлая ей память. Говоря о Вере Федоровне, нельзя обойти такие высокие, но необходимые понятия, как профессиональная честь, ответственность перед русским языком, общей культурой и конкретно культурой речи. Я работала прежде всего для людей, и для меня самое главное было, вот я сегодня пришла, ну я прочитала новости, провела музыкальный отрывок какой-то, но закончить, завершить передачу я обязательно должна была каким-то пожеланием своим радиослушателям, и мне казалось, от того, вот какое пожелание я им скажу, как будто все так и свершится. Человек живет до тех пор, пока о нем вспоминают, пока о нем говорят. Она еще продолжает жить в стенах радио Веры Федоровны Топчевы. Я уверен в этом, душа ее все еще находится здесь. Вера Топчева научила коллег, журналистов ГТРК, пожалуй, самому главному, тактичному, благородному отношению к зрителю. Завещала всегда оставаться в профессии аристократами. Мурат Жантьозов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночи 0,5, а в горах до 5 градусов мороза. Днем 17,22 и местами до плюс 16. В Черкесии без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночи 2,4, а днем 20,22 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Пройти путь от рядового сотрудника до руководителя предприятия, быть патриотом своей страны и малой родины, примерным отцом и дедом. В эти дни отмечает юбилей председатель ассоциации МАРА, руководитель общественной организации «Карачаев-Ланхал» в Карачаевском районе, директор водоканала в Карачаевске, почетный работник ЖКХ России Джошарбек Качкаров. Репортаж Аллы Динаевой. Как река берет свое начало, так и у меня отсюда началась моя жизнь, говорит Джошарбек Качкаров, переступая порог родной школы в ауле Нижняя МАРА. Я немного волнуюсь по той причине, это не простая причина, я нахожусь во дворе восьмилетней школы своего родного аула. Полгода было, когда мы вернулись к депортации, ссылки будем так говорить. И вот первый класс здесь, первый анагас, сюда в этот двор зашла. От него вспоминание сейчас, я вспоминаю своих учителей, добрых людей. А зайдя в кабинет, где учился, удивляясь, говорит, в детстве этот класс мне казался очень большим. Школьные парты тогда были расставлены по-другому, и наша учительница Анна Чурнаевна Хапаева стоя здесь объясняла нам тему на уроках арифметики. А тут за партой мы сидели с одноклассником Назиром Каркмазовым, рассказывает Джошарбек Сейдбевич, который в эти дни отмечает 65-летие и коллектив родной школы пригласил его в день рождения в гости. Поздравления и пожелания от подрастающего поколения, педагогов, от насельчан и друзей звучали в этот день. 300 человек беспроблемно собрали бы мы сегодня. Ну, сами знаете, есть ограничения, поэтому мы не стали собирать весаул. Конечно, сегодня мы отмечаем известного, я прямо скажу, известного для Мариинского щели, для всего карачаевского народа, Джошарбек Сейдбевичу 65 лет. После службы в армии и окончания Ставропольского политехнического института в 1983 году Джошарбек Качкаров начал работать мастером-электриком, позже главным инженером в водоканале Карачаевска, а в 87-м возглавил предприятие. Тогда и не предполагал, что этому учреждению будет отдан настолько физических и духовных сил, энергии, и что именно здесь он состоится как профессионал. Много лет Джошарбек Качкаров занимается и общественной работой. С 2012 года, а это именно со дня основания, возглавляет общественную организацию «Карачаев-Ланхал» в Карачаевском районе. Это образовестно выполняет буквально все, что говорят, и делает это. От цели до сели. В этом деле не ошиблюсь. Я думаю, что и далее он будет возглавлять эту общественную организацию и делает многое для того, чтобы поднять авторитета народа и чтобы помочь народу своему. Проделал он значимую работу, чтобы увековечить память героев своего народа, а также аулов Джазлык и Дуут, исчезнувших с лица земли после депортации крачаевского народа. Установил мемориальную доску на месте Хасовкинского сражения близ аула Карчурт на вершине горы. А на эту гору трудно подняться пешком, но он мобилизовал всю свою технику, сделал дорогу. И все за свой счет. Никому за помощью не обращается. В совет ассоциации «Мара» входят 8 маринских селений. Организовал ассоциацию и руководил им известный хозяйственник, председатель колхоза «Родина» Исмаил Хачиров. А последние 6 лет руководит этой работой Джашарбек Качкаров. В ауле заведено было, что если кто-то строит дом, то помогать. Прополк огородов – помогать. Копать картошку – помогать. Вот дружно так жили люди в этом ауле. Этих принципов старается придерживаться и сейчас Джашарбек Качкаров. Алла Динаева, Ольга Савенко, Ахмат Чучаев, Расул Бердиев. Вести Карачево-Черкесия. На Эльбрусе зазвучал симфонический оркестр. В рамках большого гастрольного тура по Северному Кавказу симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова сыграл на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Концерт стал первым подобным выступлением в России. Так высоко живая музыка еще не звучала. Это все вести. Прямо сейчас продолжение фильма «Тайна Лилит». Прямо сейчас продолжение фильма «Тайна Лилит».